Узкое правительство. Я не хотел бы, чтобы мое выступление выглядело как отчет, но хотел бы остановиться на всего лишь нескольких темах. В уже упоминавшейся высшей концепции гуманитарной политики России за рубежом подчеркивается особая роль молодых соотечественников в международном сотрудничестве. В работе с молодежью мы уделяем самое пристальное внимание. Ведь думая о сегодняшнем дне, нельзя забывать о перспективе и о том, что будет с русским миром завтра. Именно молодым активистам из различных стран мира придется принять эстафету от старшего поколения стать авторитетными лидерами русскоязычного сообщества. На этом мы и делаем акцент в мероприятиях, которые проводим вместе с молодыми представителями нашей диаспоры. Приду несколько примеров. За последние три года мы организовали ряд конференций образовательного и практического характера для активистов и руководителей молодежных организаций. Их целью было воспитание в них лидерских навыков. Это были летние школы под названием «Молодые лидеры» Болгарии для соотечественников из европейских стран, международные школы «Юный лидер» в Ливане, Объединенных Арабских Эмиратах и Казахстане. С успехом прошли карьерная школа для молодых соотечественников стран СНГ в Минске, «Перспективные акселераторы для представителей и стран СНГ в Москве». Всего, начиная с 2022 года, нами проведено 16 подобных масштабных молодежных мероприятий. И участие в них приняли более полутора тысяч человек. Наряду с федеральными структурами, нашими коллегами из МИДа, из Россотрудничества, которые ведут постоянную целенаправленную работу по поддержке русскоязычной диаспоры, важная роль отводится и региональным структурам. Москва была пионером в налаживании этой работы на системной и постоянной основе. И многие регионы за последнее время присоединяются к нам. Мы искренне хотели бы вас поблагодарить за такое взаимодействие. Здесь сегодня присутствуют представители многих регионов Российской Федерации, наши друзья из Республики Крым. И с 2021 года нами был организован обмен опытом в рамках круглых столов, объединенных общей темой взаимодействия с соотечественниками за рубежом на уровне субъектов Российской Федерации. Так, на мероприятии в Нижнем Новгороде, наряду с представителями федеральных структур и Москвы, участвовали представители региональных властей и общественных организаций уже 14 субъектов России, соотечественники из 15 стран. В июне аналогичный круглый стол был проведен в Уфе в рамках 10-го форума регионы России и Беларуси. В августе состоялся еще один круглый стол уже в рамках 3-го международного форума соотечественников в Махачкале. Вчера с представителями 16 субъектов Федерации мы обсудили актуальные вопросы налаживания сотрудничества с регионами Российской Федерации и нашими соотечественниками. Это подтверждает востребованность горизонтальных межрегиональных связей, ставших весомым дополнением к основным формам реализации государственной политики в сфере поддержки соотечественников. Так в мае этого года прошел форум победителей конкурса «Великий Сталинград. Наша история. Наша память». В нем участвовали молодые соотечественники из 30 стран. Я хотел бы поблагодарить правительство Волгоградской области и Всемирный координационный совет, и Всероссийскую общественную организацию «Волонтеры Победы» за помощь в организации этого мероприятия. Таких примеров нужно приводить огромное количество. Дорогие друзья, я хотел бы пожелать вам мужества, подстаивания наших общих ценностей и незабываемых впечатлений от пребывания в нашей прекрасной столице. Спасибо. Спасибо большое, Сергей Евгеньевич. Отдельное спасибо за ту погоду, которую вы специально организовали для нашего собрания сегодня. И, подводя итоги, я всегда говорю, что последний выступающий – это не последний выступающий, а это человек, который подводит итоги. В принципе, Михаил Владиславович Дроздов, председатель Всемирного координационного совета российских соотечественников, вам слово во многом потому, что вы, возглавляя Всемирный координационный совет, представляете миллионы и миллионы наших соотечественников, проживающих за рубежом. И вот ваш голос сейчас будет их голосом. Прошу вас. Спасибо большое, Евгений Александрович. Дорогие друзья, коллеги, время от времени возникает необходимость поговорить о смысловых, сущностных вопросах. Мы подошли к этапу, когда на наших всемирных конференциях можно обсуждать не только такие практические темы, как защита прав соотечественников, налаживание экономического взаимодействия, поднимать женскую или детскую тематику, вопросы сохранения русского языка, но и говорить серьезно о том, кто мы и как видим себя и свою жизнь в современном мире. При этом не скрою, когда я вижу словосочетания традиционной духовно-нравственной ценности, мой глаз цепляется за эту формулировку, поскольку от нее немножко веет архаикой. Мне же представляется, что именно эти ценности, а не то, что продвигается западной повесткой, не являются каким-то приветом из прошлого, за что мы судорожно цепляемся, а являются по-настоящему ценностями современными и, да-да, общечеловеческими. Так случилось, что именно Россия взяла на себя миссию их защиты под натиском античеловеческого дискурса, развернувшегося во многих странах мира. Именно Россия стала настоящим форпостом на пути расчеловечивания. И, возможно, в этом сейчас и состоит та самая русская идея и наша новая идеология, в отношении которой было в свое время сломано столько копий. Убежден, что те самые традиционные ценности все еще являются дорогими и нужными для значительного числа людей не только в России, но и в Европе, Азии, Америке, да и по всему миру. Жаль, конечно, что слово «общечеловеческие» в применении к ним, увы, стало ругательным. Это произошло в результате известных политических процессов в эпоху гигантского обмана и удивительных подмен. Я говорю об эпохе однополярного мира. Россия — современная страна, и ее духовно-нравственные ценности, черпающие свои силы в традиции, — это не архаика. Потребность иметь нормальную семью, как союз мужчины и женщины, воспитывающих детей, — это современно. Потребность любить и развивать свою страну, сберегать ее народ, развивать культуру — современно тоже. Потребность веры в Бога, тем более. Убежден, что, продвигая эти ценности, мы должны оставаться в современном контексте, находить слова и механизмы продвижения дорогих нам всем смыслов, используя современные методы коммуникации, понятный людям язык и аргументацию. В этом смысле русское зарубежье накопило более чем столетний опыт сохранения самого себя в чужеродном, а часто и полностью противостоящем мире. Думаю, что этот опыт может и должен нам всем пригодиться. Николай Александрович Бердяев видел противоречивость и сложность русской души в том, что в России сталкиваются и приходят во взаимодействие два потока мировой истории — восток и запад. «Русский народ, по мысли Бердяева, есть не чисто европейский и не чисто азиатский народ. Россия есть целая часть света, огромный восток-запад. Она соединяет два мира, и всегда в русской душе боролись два начала — восточное и западное». Наверное, именно сейчас пришло время эту самую противоречивость и сложность нашей души использовать нам же во благо. Россия последние века была больше заточена на взаимодействии с Европой, крупными англосаксонскими странами, и у нас накоплено достаточно опыта, понимания в этой сфере. Да и соответствующих специалистов имеется немало. А вот специалистов в сфере страноведения других стран у нас недостаточно, и здесь наши соотечественники могут сыграть свою серьезную роль. Кто, как не они, десятилетия, прожившие в самых разных странах, нашедшие там себя, но при этом не переставшие быть русскими людьми, могут сыграть роль моста или, если хотите, проводников в развитии связей России, в том числе в экономических, культурных и духовных тоже со странами своего проживания. Такая вот народная дипломатия, а также страновая экспертиза может быть востребованной, как никогда прежде. Именно в этом может быть в современных условиях миссия движения соотечественников. В ходе одного из последних заседаний нашего Всемирного совета мы приняли новое положение ОВКС. Последний раз обновленную редакцию мы утверждали в 2018 году, но с 2018 года, за эти пять лет, произошли тектонические сдвиги, события мирового масштаба, на которые мы не могли не отреагировать. В частности, в настоящий момент состав ВКС входит 26 человек, мы же приняли решение о расширении состава ВКС, теперь в него будет входить 28 человек. При этом увеличится количество представителей соотечественников, проживающих в странах Африки, Ближнего Востока, Азии, Южной и Латинской Америки. ВКС отреагировал на современные вызовы. Мы хотим понять, как мы можем участвовать в этом повороте не только на восток, но и на юг тоже. И все это, безусловно, придаст новый вектор нашей работе. А вот что мы не продумали и что я хотел бы предложить сейчас, это предусмотреть квоту в нашем совете для представителя Русской Православной Церкви. Убежден, что присутствие священнослужителя в нашем составе обогатит работу совета, придаст его работе новое содержание. Надеюсь, что ПКДСР обратит внимание на это мое предложение. Вообще, роль наших традиционных религий в продвижении российских духовно-нравственных ценностей весьма высока. Одним из ярких примеров, наверное, может служить деятельность русской духовной миссии в Пекине. Напомню, что она действовала с начала XVII по середину XX века и играла важную роль в установлении и поддержании российско-китайских отношений, была центром научного изучения Китая и подготовки первых русских синологов. Из-за отсутствия дипломатических отношений между обоими государствами служители миссии в течение длительного времени являлись неофициальными представителями российского правительства в Китае. Палладий Кафаров, Якин Фбичурин, Алексей Виноградов и другие члены миссии в разные годы внесли весьма существенный вклад в изучение религии, языка, культуры, истории Китая. При этом в разные годы миссия была весьма плодотворна в переводческой и издательской деятельности. К 1884 году объем православных переводов на китайский язык превысил 300 тысяч иероглифов, а в конце XIX века архимандрит Иннокентий Фигуровский создал постоянную комиссию для переводов на китайский язык, что еще больше подстегнуло эту работу. Думаю, мало кто из присутствующих знает, что в самом центре Москвы действует так называемое китайское подворье при храме святителя Николая в Галутвине. Не так давно я посетил этот храм и был приятно удивлен ведущейся там миссионерской работой, а также тем, что богослужения там проводятся на двух языках – русском и китайском. Зная, что я в течение многих лет собираю издававшиеся русскими эмигрантами по всему миру книги, клирики этого храма обратились ко мне с просьбой поискать в моем архиве что-то связанное с деятельностью русской духовной миссии, так как у них есть в планах создание музея, посвященного православию в Китае. Откликаясь на эту просьбу, я привез с собой из Шанхая два уникальных издания «Беседа о крещении» и «Крестном знамени» и в конце XIX или в самом начале XX века выпустила в свет русская духовная миссия. Могу сказать, что оба эти издания представляют собой исключительную редкость, их нет ни в каких собраниях. Книги эти принадлежали китайскому православному священнику-отцу Илье Веню, служившему в Шанхае вместе со святителем Иоанном Шанхайским. Отец Илья прожил 110 лет и скончался в Сан-Франциско в 2007 году. Ко времени своей кончины он был самым пожилым православным священником в мире. Одновременно с этими книгами я передам в перерыве присутствующему здесь сотруднику ОВЦС и клирику китайского подворья в Москве, отцу Кириллу и некоторые другие бумаги, которые принадлежали отцу Илье Веню. Русская духовная миссия – это история. Но и представителям современного русского зарубежья есть чем гордиться. Сотни и сотни общественных объединений-соотечественников, входящих в состав координационных советов в странах проживания, а значит и в наше движение, несмотря на очевидные трудности, с которыми они сталкиваются сейчас, продолжают вести свою ежедневную работу, а значит и прививать правильные ценности как подрастающему поколению, так и тем, кто рядом. И это вселяет надежду. Один из крупнейших, ныне живущих в нашей стране поэтов, Юрий Михайлович Кублановский, вынужденный в начале 80-х годов покинуть Россию и первым из видных представителей миграции, вернувшихся на родину, когда это только стало возможным, в одном из своих стихотворений с говорящим названием «Евразийское» пишет «Кто-то вновь растерянных смущает тем, что ждет Россию впереди, а кто-то нам по новой обещает много-много музыки в груди. Многие-многие годы я тоже живу с похожим чувством, чувством не просто надежды на возрождение России, а чувством вот этой самой музыки в груди, обещающей ее великое будущее. Пожалеем растерянных и не пополним их ряды. Не будем смущаемы соблазнами века сего. Потрудимся вместе на благо России. Спасибо за внимание. Михаил Владимирович, огромное вам спасибо за то, что вы нашли такие слова. Я имею в виду не только Кублановского, но и от себя. Это было замечательно. Завершая наше сегодняшнее пленарное заседание, я хотел сказать, что, конечно, развитие связей с отечественниками, поддержание этих связей, работа по сохранению идентичности нашего русского мира, вашей идентичности за рубежом, конечно, это один из наших, один из главнейших наших внешнеполитических приоритетов. И та консолидация, которая нам необходима, потому что мы собрались под День народного единства, важные символы, важные факторы того, что у нас сохраняются эти связи, сохраняется защита ваших прав, ваших возможностей, возможностей для развития, возможностей поддерживать контакт рабочий, душевный, как музыка в груди, с Родиной. И отдельно хочу сказать огромное спасибо вам и активистам из числа соотечественников, в том числе и членам Всемирного Конгресса, Всемирного Координационного Совета Российских Соотечественников, которые присутствуют в этом зале. Огромное вам спасибо. За ваше мужество, за вашу храбрость в отстаивании наших национальных интересов, в отстаивании интересов и идеалов русского мира, наших духовных и нравственных ценностей. Мы с вами увидимся буквально через полчаса, услышимся сейчас небольшой перерыв на кофе, вернемся в эту же аудиторию в 12.10. Прошу не опаздывать, у нас будут интересные доклады, интересные спикеры. Я не себя сейчас имел ввиду. Спасибо. Мы закончили министерское заседание группы «3 плюс 3», которое было сформировано по инициативе Азербайджана и Турции и предполагает взаимодействие между тремя южнокавказскими странами, Азербайджаном, Арменией и Грузией, и тремя их большими соседями – Россией, Турцией и Ираном. Первая встреча в таком формате, но на уровне наших заместителей, состоялась в декабре 2021 года в Москве. На ней российская страна, как организатор этого мероприятия, представила свой документ, в котором излагалось наше видение, перспектив, практических проектов сотрудничества в этом формате. Это экономика, энергетика, торговля, транспорт, информационно-коммуникационные технологии, это и природные ресурсы, и, конечно, гуманитарные сферы образования, культура, туризм. И по всем этим направлениям сегодня выявилось согласие, стороны договорились о том, что каждый из участников, каждый из стран-участниц назначит специального представителя, который сформулирует национальные идеи в рамках каждого из упомянутых мной направлений. А затем все это будет скоординировано нашими турецкими коллегами, которые будут принимать у себя вторую министерскую встречу, которую наметили примерно на первой полугодии следующего года. Так что конкретные оценки и конкретные договоренности будут оглашены министром иностранного дел Исламской республики Иран сегодня. Мы также много внимания уделили геополитической ситуации в регионе, выразили удовлетворение процессами нормализации отношений между Азербайджаном и Ираном, между Арменией и Турцией. Кстати, по всем этим вопросам Россия активно поддерживает процессы нормализации. Будем продолжать это делать. Мы, безусловно, не могли не говорить о Палестине. У нас очень близкие позиции. Россия не приемлет любые проявления терроризма, любые проявления насилия, нарушения международного гуманитарного права, включая неизбирательное применение силы. Ну и, конечно же, мы исходим из того, что необходимо не допускать взятия людей в заложники, не допускать блокады населенных пунктов с гражданским населением. Все хорошо известно. Мы поделились нашими оценками того, как эта тема рассматривается в Совете безопасности ООН, получили поддержку наших партнеров по формату 3 плюс 3. Ну и в заключении, все это тоже будет отражено в итоговом заявлении, которое представит Исламская республика Иран, все согласились с тем, что дверь для Грузии остается открытой в нашем формате 3 плюс 3. Мы понимаем причину, по которой грузинское руководство пока воздерживается от присоединения к этой шестерке. И ценим, что грузинское руководство исходит из возможности сделать это в будущем, как мы понимаем. При всех обстоятельствах нынешняя власть в Тбилиси, как они уже не раз доказывали, исходит прежде всего во всех своих действиях из коленных национальных интересов. И это дает основания полагать, что полноценный формат 3 плюс 3 может заработать в недалеком будущем. Вопросы, пожалуйста. Что можете сказать в отношении Геревана к этому формату? Возпринимает ли Гереван его как полноценную площадку для урегулирования в сфере администрации Республики? И как Москва относится к этому формату позитивно, поскольку Гереван в этом формате участвует. Что касается отношения этого формата к тому, что происходит между Арменией и Азербайджаном, но конфликт по большому счету урегулирован. Обе стороны согласились с тем, что Карабах принадлежит Азербайджану, а это была главная нерешенная проблема. Сейчас остаются, конечно же, практические шаги по полной нормализации отношений. Прежде всего, по подготовке мирного договора, делимитации границ и налаживания транспортных экономических связей без каких-либо препятствий, как об этом во всем было договорено на встречах президентов России, Азербайджана и Армении. Нет, напрямую эти аспекты армян-азербайджанских отношений в формате 3 плюс 3 не обсуждаются. Как я уже сказал, для этого есть другие каналы, которые были между сторонами согласованы. И Россия играет координирующую роль в отношении всех этих процессов. Но сама по себе площадка, где дополнительная площадка, помимо и СНГ и других форматов, где Азербайджан и Армения присутствуют, сама по себе площадка, которая посвящена развитию позитивных тенденций, созданию условий для устойчивого развития всего региона, она, конечно же, объективно помогает решать остающиеся вопросы в отношениях между Азербайджаном и Арменией. Что касается делимитации, то этому была посвящена отдельная договоренность Москвы, Баку и Еревана. Они, армяне и азербайджанцы, договорились создать комиссию по делимитации, в работе которой, с их согласием, будет участвовать российская страна в качестве консультанта. И, к сожалению, достаточно длительный период эта комиссия не собиралась, хотя и за последний год были попытки, они продолжаются внедриться в процесс делимитации со стороны, прежде всего, Европейского Союза, ну и в известной степени Соединенных Штатов, но прежде всего со стороны Евросоюза. Мы не против любых контактов, которые и армяне и азербайджанцы сошли для себя полезными, но всем экспертам прекрасно известно, что все необходимое для того, чтобы делимитацию обсуждать и согласовывать, включая, прежде всего, карты, которые остались в советских времен, находится только в Российской Федерации. Партнеры это понимают, мы не пытаемся сделать из этого большую проблему, а пусть они попытают участие и в Брюсселе, если на то есть у них желание. Но мы всегда готовы реально помочь приступить к практической делимитации. Спасибо большое, что все вопросы. Конечно, в конце концерта, я сейчас могу заявить, что я получаю в США. Вот сейчас Энтони Бринкен заявил, что США готовят действовать, если произойдет в связи с конфликта из-за этих трех трех сил про иранских сторон. Еще одно произведение, что вернуться к механизму, существовавшему ранее, став сухву, вмешиваясь в Газе, не удастся, нужен некий новый механизм. Какой Бринкен не удачнее? Согласны ли вы с этим? И что это заполнило на перспективе, потому что это есть? Что касается прогнозов Энтони Бринкена относительно вмешательства в конфликт третьих сил, Соединенные Штаты уже находятся в ряду лидеров, тех, кто уже вмешивается. Это и направление в зону конфликта двух авианосных групп, нескольких тысяч боевых солдат, как я понимаю, со всем необходимым вооружением, включая тяжелые вооружения. И чем больше будет вот таких инициативных шагов со стороны, по большому счету, любого государства, тем выше риск, тем выше опасность того, что конфликт разрастется. Мы убеждены, что первым и абсолютно неотъемлемым шагом должно стать прекращение огня, решение гуманитарных вопросов, содействие выезду иностранных граждан из сектора ГАЗа. И затем нужен, конечно, будет механизм, который должен рассмотреть ситуацию в широком контексте, в том контексте, о котором мы говорили не одно десятилетие в организации военных наций, о том, что все международное сообщество, и до сих пор это остается фактом, подтвердило и продолжает подтверждать свою приверженность принципу двух государств, так называемому двух государственному решению проблемы, когда два государства, Палестина и Израиль, два полноценных суверенных государства, будут жить бок о бок в добрососедстве, мире и безопасности между собой и со всеми остальными соседями. Как вы знаете, это план, который закреплен в целом ряде решений Совета безопасности ООН, он же закреплен в европейскую мирную инициативу, которую в 2002 году выделил Саудовскую Аравию, которая была всеми мусульманами одобрена и приветствовалась другими членами международного сообщества, этот план был воплощен в договоренностях о том, что координировать соответствующие прямые переговоры будут четыре игрока России, США, ООН и Евросоюз, так называемый квартет международных посредников. Соединенные Штаты долгие годы, по сути дела, блокировали работу этого механизма, встречались для галочки, никаким образом не пытались нащупать те шаги, которые позволят выполнить решение Совета безопасности в том, что касается границ будущего палестинского государства, его столицы, решения проблем беженцев, водоснабжения. Все это расписано в резолюции Совета безопасности ООН. А в последние параллели Соединенные Штаты просто прекратили работу этого квартета, и сейчас никакой другой инстанции, которая была бы приемлемой для всех, не существует. Поэтому если у Энтони Блинкина какие-то яркие идеи возникли, на сей счет нам о них неизвестно. Я убежден, что в одиночку, как это пытались долгие годы делать США, никто палестинцев и из... Продолжение следует...